итак всем здорово сегодня речь пойдет об очередной уебанской игре немецкой немцы опять что-то чудили видимо еще не отошли от второй мировой как и тогда вставили по самые сами знаете что вот решили сделать трактор такой охуительный с квадратными колесами обзор делаю специально для тех кто говорит что в готике плохая готики 4 плохая графика пусть посмотрит на true графику на графику просто 2100 года и бать тут полный рейтрейсинг 33 миллиарда полигонов текстуры такого качества что блять в кремль не влезет в метро не проедет вот мы видим супер грузовик это не просто грузовик это блять грузовик с цистерной а в ней думаете что он правильно как в анекдоте да там написано c2h 5 у аж еду вижу написано он попробовал точно он вот ебать комбайн комбайн это круто пшеницы должно быть дохуя можно блять тюнинг видите тюнинг блять красочки различные ага все блять кончились кончились средства чё ты их тут немного завезли ну да похуй мега стильный экран загрузки просто ахуенно есть чем понаслаждаться пока ждешь пока игра загрузится ну чё тут можно сказать это реально веселые увлекательные гонки ебать видите как можно в инфейсе также нельзя правильно тест-драйв он лимити не на аниме тебе нельзя а столбики здесь сделаны из нано материалов если в них резаться то то им блять ничего не будет совершенно и грузовику тоже ничего не будет то что он тоже из нано материалов вот мы сейчас попытаемся такой столбик сбить блять даже не получилось до него сука доехать особенно поражает голубой асфальт голубой асфальт это мощно их ты ебать да тут физика то хуенная а вы смотрите ка сурс движок минимум а скорее всего даже круче не зря у меня отдельный видюх на физику стоит вообще пиздец причем грузовик это явно раллиный камаз потому что он легко разгоняется до ста двадцати пяти километров в час и легко заходит в повороты ебать чудо немецкого автопрома ух деревья смотреть какие охуительные деревья пиздец и текстуры земли с травкой тоже просто охуенно ой ебать я ща нагоню этот ебаный комбайн нахуй блять гребаная стрелка а может что значит не знать знаков как их там знаки это блять забыл как это называется дорожные знаки короче вот их не знаешь в них врежешься и будет ничего хорошего комбайн не сможет догнать но ща все таки мне кажется я смогу догнать как мы понимаем эта игра исключительно 2010 года графика тут передовая используется direct x 13 это передовая немецкая разработка вы думаете direct x 11 самый крутой не очень сильно ошибаетесь на самом деле уже давным-давно есть direct x 13 в недрах секретных немецких лабораторий и вот здесь он впервые применен для того чтобы ощутить все прелести данной графики конечно нужно иметь специальные очки стоимостью 100 тысяч баксов у меня они есть я их надел поэтому я наслаждаюсь как бы максимум графикой игра при этой мега офигенной графики она просто летает она выдает 1213 нет еще 215 в среднем fps вот так вот это я нажал специальное словосочетание на клавиатуре чтобы он так вот взял и перевернулся как кот на спине когда играется подзывая самочку вот также я тут смог перевернуться но вы это не подумайте это не глюк игры это и даже не фичи это так задумано тут специально если нажать escape то там появляется список комбо который можно выполнять вот одна из них это больше я вам особо показывать не буду иначе вы все видите и не захотите запускать даже эту игру а это ведь не хорошо получается что вы не узнаете такой мега игру тут тут вообще честно говоря это член на колесах напоминает слегка изделие уаза ульяновского автозавода но так слегка как мы видим кстати обладает охеренной маневренностью это за счет очень низкой и жесткой подвески использованы офигенные амортизаторы которые дает такой мега вау спецэффект как мы видим окружение города прорисована просто восхитительно вот мы видим стекла двери вот люди ходят от их можно сбивать от видите мы избиваем причем физика людей очень и очень реальная они отлетают крайне реально не так как в каком-то же та-4 с его гребаной эйфорией да там это полная отстой по сравнению с тем что есть здесь вот можно как мы видим тут фри город полная свобода движений куда хочу туда езжу как говорится можно тут вот всякие предметы сбивать при этом присутствуют такие же повреждения как red faction горилла можно так вот врезаться в здании мы видим что она просто разрушилась у нее блок отлетел и это очень очень сильно похоже на правду практически ни в одной игре не сделано на таком уровне ну единственное что подобрались такие как demolition company и red faction горилла во всех остальных просто и рядом не валялись как мы понимаем поэтому данную игру я естественно рекомендую к покупке причем исключительно коллекционной версии ни в коем случае не стоит брать dvd бокс или качать из стима только коллекционка без вариантов просто причем придется вам купить для нее и спец рамочку ведь просто так ее повесить на стену будет не айс вот мы видим бешеный трактор это местный деревенский дурень иван на нем летает ему не выдали зарплату и он короче сошел с ума и начал так вот носиться да блять что-то шутка не удалась я хотел более смешно смешно пошутить но блять извините день тяжелый был ебать вот этот спецэффект с вырезанием мгновенными и остановкой в ограду меня просто охуенно возбуждает мне это напоминает эпизод из фильма матрицы кажется 2 когда там как мы помним два грузовика врезались и у них так прям волнами пошли здесь вот сделано это также только лучше ну сами понимаем то кино то снялась где-то порядку 2003 году а это все-таки 2010 и сейчас конечно же технологии скакнули на совершенно иной уровень поэтому что ж удивительного что мы вот в обычной практически немецкой игре можем наблюдать подобную физику в этом нет совершенно ничего удивительного тем более тоже немцы они говна не делают они делают такие штуки как porsche майбах мы mercedes audi bmw вот видите какой кульбит пиздец это сверх подрисована подрисоренная цисцерна у которой многоступенчатая подвеска люков благодаря которым может выполнять вот такие вот небольшие адские трюки ебаный иван блять меня все равно скрывается его хуй догонишь ну а хули вы хотите блять комбайн 5000 лошадиных сил ускорение до сотни за три десятых секунды максималка 350 километров в час дикая маневренность достигающийся благодаря передним большим колесам и хуйне которая собирает зерно не знаю как она называется в первом классе знал сейчас уже не помню давно дело было ну ладно на этом мой мега замечательный обзор данной игры подходит концу извините что он был крайне коротким я не рассказал обо всех особенностях этой игры но я думаю что я сделаю череду выпусков о ней порядка 10-15 роликов и в конце сделаю полный обзор охватывающий все малейшие аспекты данной игры до встречи с вами искренне ваш ванамас правильно произносить ванамас они как либо иначе чтоб вы знали пока в качестве бонуса я решил вам продемонстрировать еще немного игрового геймплея чтобы вы просто ощутили весь масштаб данные охуительные просто игрушки как мы видим супер чудо грузовик супермена у меня он разгоняется до 200 в час за пару секунд постойте постойте сейчас мы посмотрим на баггер 288 вот мы его видим это его нижняя часть сейчас посмотрим на боковую часть вот видите вот эта хуйня это самый большой в мире экскаватор блять наберите в поиске гугла баггер 288 чтобы охуеть просто от этой хуйни причем эта хуйня может передвигаться на километры однажды и транспортировали там блять на 30 что ли километров вот так вот а теперь уже точно пока